Доброго здоровья, дорогие! И ко мне очередные вопросы. Руслан, расскажите об этих цивилизациях, где вас захватили роботы. Всё, что можете очень интересно узнать. Это в человеческих или нечеловеческих? Да, есть как человеческие, так и нечеловеческие, не гуманоидные даже, цивилизации, планеты, трёхмерные, где... А, и даже четырёх... В большей степени трёхмерные, где господствуют роботы или им подобные существа, которые воспроизводят сами себя техническим путём. Так, а как это получилось? Так, сейчас... Вижу в разной степени. Сейчас возьмём за пример человекообразных, человекоподобных роботов. Взять за пример, наверное, подобие фильма Терминатор. Так, сейчас посмотрим. Да, есть схожие. Схожие, несколько планет проявляется. Где сценарий похож? И где? Так. Перебили. Показывают, перебили людей. Ага. Путём кровопролитных войн. Перебили. А что же... Куда же смотрели создатели этого мира? А допустили. А не позволили этому произойти, потому что люди сами довели до крайности. Ага. Все те, кто пострадали из людей, получили как раз компенсацию или возврат по карме того, что сами когда-то сделали кому-то. и люди слишком доверились технике и начали создавать самовоспроизводящиеся технические технические существа наподобие роботов. Там люди стали их превозносить, стали любить больше, чем друг друга и стали заводить в себе в роли слуг, прислуги. Ага. Это прошло постепенно. Когда роботов стало больше, чем людей, когда люди влюбились в роботов и сделали намного больше и по численности, и по уму, и по способностям, и по возможностям воспроизвели намного большее количество, чем самих себя. и заменили роботами большинство функций и жизни, своей жизни. То есть люди при этом обленились, стали кстати обеспечили вот такую технократию, которая обеспечила людей минимальным движением. То есть люди обленились за счет того, что большинство функций выполняли роботы. и постепенно у разумных, у мыслящих роботов, которые отвечали за руководство другими роботами, начал озреть план. То есть люди попытались перенести ответственность всю на роботов или дать им максимальную свободу. людям было бы интересно, как роботы будут вести себя, если будут сами себя осознавать. То есть постепенно люди создали такой мозг, или не мозг, такую программную систему, которая стала мыслить почти самостоятельно. В общем, люди сами доверили и да, доверили основную заботу о самих себе в 99% похоже, где-то 98-99% роботам. И когда людей осталось по сравнению с роботами, сейчас посмотрим. 3,5% Ох, около 3,5% тогда автоматически люди перестали роботы перестали подчиняться и предложили подчиниться людям. Кстати, некоторые люди согласились, а некоторые отказались. И те, кто отказались, в итоге их уже нет в живых. А оставшиеся люди, кстати, там есть, на этой планете и остались люди, которые до сих пор служат. То есть, которые выбрали жить вместо того, чтобы умереть, выбрали подчиниться и, в общем-то, они так более-менее нормально живут. Но они работают на роботов. Они, в общем-то, не рабы, в общем-то, у них условия относительно нормальные. Роботы к ним относятся хорошо, потому что они на их стороне. Так, этих людей сейчас где-то 0,0,3% где-то от тех людей, которых оставалось. В общем-то, люди там начали вырождаться на той планете постепенно уже давно до завоевания роботами. так, сейчас еще более какой-то маленький процент остался тех, кто продолжает помогать роботам, но они это сделали частично вынужденно, хотя роботы предоставляют им хорошие условия, относительно, конечно. И эти люди себя воспроизводят, то есть им разрешено плодиться и размножаться, но на ограниченной территории и под контролем роботов. В общем-то, там продолжилось, они продолжили свой род, некоторые люди, и живут, но все-таки директивы основные идут от роботов. Вот, сейчас мы взяли конкретную планету, где крайность перетекла как раз, где крайная, или, так, сейчас посмотрим, что же думают об этом те, кто заселил людей. Ну, кстати, гидам, или тем самым богам, как их называют сегодня, или другим цивилизациям, более высшим, как раз, интересен этот эксперимент. Они не стали препятствовать насаждению власти роботами. Они наблюдают, следят. А, еще вот, почему, потому что люди потеряли связь с ними в большей степени, поэтому они не просили помощи, они разуверились в каких-то высших силах или в тех силах, в которые их заселили. То есть, они потеряли веру, надежду, любовь, вообще качество. И они влюбились в роботов, потому что они сами отдали им силу и энергию, внимание роботам. Они стали обслуживаться роботами, и у большинства из этих людей были жены и даже дети роботы, как замененные роботами. То есть, они утратили возможность к воспроизводству почти, хотя сейчас они потихонечку пробуют расширить, но пока лишь настолько, насколько позволяют роботы. Так. А, более высокие инстанции, которые наблюдают за всем этим, позволяют этому происходить, потому что люди у них не просят помощи. Но были, когда в момент пика войн были те, кто все-таки имели связь со своими высшими я или с другими цивилизациями, которые их заселили. И как раз они были спасены. Некоторые погибли, выбрав это. Те, кто выбрал жизнь, жизнь, но жизнь не там среди роботов, кто не выбрал рабство, а кто выбрал, кто имел хорошую связь, в общем, те были забраны их гидами или теми, кто их скурировал. В общем-то, некоторые из инопланетных групп спасли своих, тех, кто у них просил помощи. В общем-то, там с каждым из людей случилось ровно то, во что он верил, чего ожидал, в чем был максимально уверен и что просил. Почти так, исключая тех, у кого была карма карма, отработать через некоторые, да, кстати, большая часть из тех, кто сейчас работает на роботов, отрабатывают карму, да, а некоторые делают это с удовольствием, то есть, они нашли свое предназначение в службе роботам. Так, а роботы какие там? В общем-то, роботы не какие-то там злостные, а они нормальные. Кстати, цивилизация не так уж сильно отличается от нашей по разуму, по... Так, хотя есть отличия. Так. И даже сегодняшние роботы начинают задумываться о том, что, где они будут брать технологии, где они будут брать полезные ископаемые и ресурсы для дальнейшего воспроизводства себя. хотя в какой-то степени они перерабатывают все, что могут, и поэтому у них пока вторичное сырье, они перерабатывают. Но они начинают просчитывать, где они будут брать энергию, энергию для работы своих электростанций. Они ищут, ищут как раз способы, они экономят, ищут способы добычи электроэнергии, потому что они просчитывают, на сколько лет хватит им тех или иных ресурсов, которых они тратят. То есть в итоге очень возможно, что они станут просить помощи у людей и тех людей, которые смогут как раз держать связь с более высшими инстанциями, кто начнут приводить, привносить те технологии и изобретения. Да. Они, кстати, очень ценят изобретателей и дают им больше, самые лучшие условия. И как раз надеются на них. Изобретатели, кстати, есть шанс продлить, если через, если, в общем-то, есть шанс продлить жизнь и роботов людей, если те начнут перестанут ограничивать друг друга, а начнут дружить, сотрудничать, то есть выживать вместе. И как раз есть возможность, что туда будут воплощаться более продвинутые изобретатели, которые будут найдут способы доставать электроэнергию через бестопленные либо бестопленные технологии, либо добывать ее из эфира, либо найдут эти технологии, которые электроэнергию начнут воспроизводить все более дешевую, не затрачивая тех ресурсов, которых все меньше и меньше на планете. В общем-то, эти проблемы стоят перед той цивилизацией, и они еще будут их решать в будущем, еще не знаю как. Так, сейчас мы рассмотрели эту версию. Так, время заканчивается, поэтому я заканчиваю это видео, что там дальше будет им решать. может быть посмотрим через несколько лет. Сейчас время заканчивается, поэтому завершаю это видео. До следующих встреч, пока! Продолжение следует... Продолжение следует...